Смотрите, ребят, еще раз представлюсь. Меня зовут Архипов Кирилл, я являюсь руководителем маркетинга семенного подразделения компании Сингента. Наш нынешний вебинар предназначен традиционно для освещения результатов сезона, а в результате сезона у нас уходит, что в первую очередь это климатические условия сезона, сквозь призму которых мы будем смотреть на результаты. Второе. Земледельцу всегда в октябре, в ноябре необходимо понимать, какие рыночные условия складываются. Дефицит на рынке России, либо профицит сырья, какое изменение цены, что с валютой. На эти вопросы нам ответит Миша Григорьев. И, собственно, результаты урожайности подсолнечника и кукурузы. А в этом году мы понимаем, что, наверное, только юг нормально убрал, и сейчас можно поделиться этими результатами. И, естественно, дополнительное то, что Сингента старается привнести и помочь земледельцам, это различные цифровые сервисы. В данном случае мы поговорим про Сидселектор и помощь в предсказании даты уборки урожая. Ребята про это все расскажут. Что касается правил. Коллеги, внизу у вас есть возможность реагировать на то, что говорят наши спикеры. Вот огонек, это значит, вам нравится. Можно писать в чат, естественно. У нас чат будет проходить предварительную модерацию. Ну, как правило, она не требуется. В любом случае, когда ваши вопросы будут попадать к нам, у нас на связи технические эксперты регионов, страны. Ребята постараются отвечать на них, потом публиковать. Да, и хотел бы сделать такой небольшой анонс. У нас для самых активных слушателей и участников со стороны клиентов будет в конце розыгрыш. Мы выдадим ценные, бесценные подарки клиентам вот уже по завершению, по результатам активности. Ну что, ничего не забыл? Начнем. У нас мало времени. Хотим рассказать очень много. Давайте так, я первым слово передаю Михаилу Григорьеву, наш аналитик. Миша расскажет информацию по рынку и чего нам ждать в ближайшие месяцы. Миша, тебе слово. Спасибо. Коллеги, доброе утро. Расскажу несколько кратко о рынке сейчас, какие сейчас тенденции по зерну, по кукурузе отдельно и по подсолнечнику. Ну, смотрите, первое, что хотелось бы отметить, это погодные условия, которые сейчас влияют как на сбор урожая пропашных культур, в частности подсолнечника и по кукурузы, так и серьезно повлияли на динамику сево-озимых культур у нас в стране. Смотрите, на левом графике здесь показана процент осадков отклонения от нормы за последние 60 дней в европейской части России. Вот здесь видно хорошо, что регион-центр здесь, юг и Волга, у нас получается, что большая часть европейской территории России, где осуществляется сево-озимых культур в основном, были под влиянием слишком влажных погодных условий. То есть, появился, но у коллеги пропала презентация снова. Снова появилась. Были слишком влажные погодные условия, соответственно, сево-озимых культур был осложнен, особенно в регионе центра. И уборка подсолнечника и кукурузы, мы дальше это увидим. Что касается справа, здесь на правом графике мы видим, что будет в ближайшие две недели на той же территории. Тут видно, что погода немножко станет лучше, возможно, ускорится уборка подсолнечника и кукурузы. Но уже, насколько я слышал из отчетов аналитических агентств, что сельхозпроизводители говорят, что достаточно существенная часть этих двух культур может остаться в полях осенью. Какая-то часть, кто-то говорит 30%, кто-то 20%, кто-то 15%. Сказать сейчас сложно, но можно только сказать, что это будет существенная часть. Перейдем к следующему слайду. Вот здесь вы видите итоги посевной кампании азимой пшеницы. Не всех азимых культур, а именно азимой пшеницы. Это агентство ИКА сейчас оценивает примерно, какой сев азимой пшеницы в стране прошел. Получается, что в этом году посеяли 16,2 миллиона гектаров азимой пшеницы. В прошлом году было посеяно 16,7. Рекордный год сева осенью 2020 года, как вы помните, там было посеяно почти 18 миллионов гектаров пшеницы. И вот красненькая линия – это оценка примерно, скажем так, площади, которая пройдет перезимовку. В прошлом году, видите, почти не было гибели. То есть прекрасная была перезимовка, погибло там меньше 200 тысяч гектаров азимой пшеницы. Здесь расчет, произведенный с средним многолетним значением гибели. То есть предполагается, что к уборке в следующем году может быть 15,5-15,6 миллионов гектаров. Что, в принципе, повторяет уровень двухлетней давности, когда был рекордный сев, но также и рекордная гибель. И там уровень, получается, сева осени 2018 года, уборки 2019 года. Вот такая ситуация. А вот справа вы видите, из-за каких регионов это происходит. Снижение сева в данном случае в этом году. Регион юг, если в большую картинку региона юг, в принципе, юг и Северный Кавказ, в принципе, посеялся только же. Южный федеральный округ посеял на несколько десятков тысяч гектаров больше, а Северно-Кавказский, наоборот, меньше. То есть они друг друга сбалансировали. И получается, что сев этого года в целом, если мы в крупную картинку по региону юг, он такой же, как и в прошлом году, близкий к рекорду. Что касается Волги, Волга немножко посеяла, ну, даже не немножко, существенно, достаточно больше посеяла прошлого года, но не был достигнут уровень рекордного сева осени, осени, получается, у нас 2020 года. Вот. И посеяли 4 миллиона гектаров в регионе Волга. То есть это примерно на 400, насколько я помню, здесь тысяч гектар больше. А вот регион Волга посеял на миллион гектар меньше, на 900 тысяч меньше. И, соответственно, по сути, Волга при увеличении 400 тысяч гектар компенсировала снижение в центре 400 тысяч гектар, и получились вот эти снижения 500 тысяч гектар по всей стране сева. Но, опять же, повторюсь, это произошло из-за погодных условий. Теперь на этом слайде вы видите ход уборки в целом по России кукурузы и подсолнечника. Опять, конечно же, у нас основное опоздание уборки кукурузы происходит в регионе Центр. В регионе Юг ситуация, я не делал по разным регионам отдельно, но в регионе Юг, на Словакске, можно сказать, что там ситуация получше. Конечно, это немножко идет, ход уборки все равно запаздывает по сравнению с предыдущими годами, но в целом все неплохо достаточно по уборке кукурузы, насколько можно судить из статистики. Все основное опоздание уборки идет, естественно, из-за региона Центр по кукурузе. Что касается подсолнечника уборки, у нас получается, что убрали примерно 50% площадей. Напомню, что в этом году было посеяно ровно 10 миллионов гектаров подсолнечника. И мы идем по графику аж 2017 года, когда было посеяно 8 миллионов гектаров. То есть, ну, где-то вот, если бы посеяли столько же, сколько в 2017 году, то мы бы опаздывали аж на 2 миллиона гектаров уборки. Конечно, опоздание существенное, и можно сказать, наверное, с большой долей вероятностью, что останется в полях определенное количество подсолнечника и кукурузы. Но вот если мы берем 2017 год, вы видите, что уборка, данные по уборке на 6 декабря, они закончились с показателем 6,4 миллиона гектаров. Посеяно было, насколько я вчера статистику смотрел, по-моему, около 8 миллионов гектаров, если я не ошибаюсь. То есть, вот на 2017 год в полях осталось полтора миллиона гектаров. По статистике, может быть, больше реально, может быть, меньше. И все это убиралось уже весной 2018 года. Здесь, возможно, такая же ситуация, она и повторится. Естественно, будут потери в качестве существенные. Ну, какое-то количество подсолнечника и кукурузы будет убрано весной. Сейчас вот на этом слайде вы видите динамику мировых цен на пшеницу, как основного нашего товара, который сельхозпроизводители у нас производят в стране. Что стоит отметить? Естественно, мы все знаем, почему вот этот вот рост цен на пшеницу весной произошел из-за начала специальной военной операции. Потом немножко все это успокоилось. Особенно успокоилось все это с 1 августа, когда заработал украинский коридор по вывозу зерна. Ну вот, буквально два дня назад произошло событие. Россия сейчас выходит из этого коридора. Как это будет происходить, пока непонятно. Ну, даже не так. Президент вчера сказал, что приостанавливает свое участие, но не выходит из соглашения. И вот вчера там до сих пор выходили какие-то суда из украинских портов. И вот эта вся ситуация, она пока, ну, честно говоря, непонятна, как сейчас вот в моменте вот повлияет на цену российской и, в данном случае, европейской больше пшеницы, французской и российской пшеницы. Вот зелененькая и черненькая линия. Вчера цены увеличились на 6%. В этом графике это еще не показано. То есть, ну, если сейчас цена 310-315 долларов на российскую пшеницу и на французскую порядка 30 долларов, вот вчера где-то порядка на 20 долларов увеличилась цена. Это еще не отображают аналитические агентства. И, соответственно, цена на российскую пшеницу где-то, ну, может быть, подскочила долларов на 15 в связи с этими событиями, которые произошли в выходные. Что будет дальше? Большой вопрос. Если все-таки будет определенный отток зерна из украинских портов, то, скорее всего, цены вернутся вот в то же самое состояние, как я показываю сейчас на графике. Вряд ли будет серьезная просадка, потому что все равно пшеницы достаточно в мире, но не так много, как хотелось бы основным импортерам. Поэтому вряд ли сильно просядет цена на пшеницу. Но вот если порты украинские не будут работать, то цена немножко может повыситься. Ну, это вот такой экспресс-анализ, все может поменяться очень быстро. Ну, и вот вы спросите, конечно, какой потенциал у России по экспорту в этом году? На самом деле огромный, особенно по пшенице. Как мы знаем, у нас в этом году рекордный урожай. Около 100 миллионов тонн пшеницы и 150 миллионов тонн общего производства зерна. И вот по трем основным культурам в этом году Россия должна вывести около 5,5 миллионов тонн кукурузы, аж 48 миллионов тонн пшеницы и чуть больше 7 миллионов тонн ячменя. Ну, конечно, вот эта цифра в 48 миллионов тонн, она, конечно, очень и очень амбициозная. На текущий момент, на 20 октября примерно, вот эти данные, было вывезено 13,5 миллионов тонн пшеницы из 48, то есть 35 почти миллионов тонн, 34,5, это еще к вывозу до конца года. Как говорят аналитические агентства, конечно, это, скорее всего, не произойдет. То есть вывезут, ну, максимум 40-42 миллиона тонн. И вот вы спросите, наверное, у вас сразу возникает вопрос, закрытие коридора украинского, сколько может теоретически недопоставка пшеницы из-за этого коридора? На следующем слайде я подготовил данные, сколько пшеницы сейчас экспортировано из Украины, около 5 миллионов тонн, включая вот, да, включая вот перевозки по этому коридору. И 8 миллионов тонн еще к экспорту. То есть, в принципе, если мы посмотрим на предыдущий график, у России как раз вот эти 8 миллионов тонн, они, ну, можно так сказать, не то, что лишние, они, их тяжело будет вывезти. Поэтому, в принципе, даже если не будет функционировать украинский коридор, то, в принципе, покупатели могут теоретически купить пшеницу из России. И поэтому, именно поэтому я не ожидаю какого-то там огромного роста цены за закрытие этого коридора. Если он будет работать, то продолжится определенное давление на цены. Больше, большее влияние этому коридору имеет, конечно, цены на кукурузу. Вот. Но тут Украина должна экспортировать еще 16 миллионов тонн. Здесь возможна, скажем так, большая, скорее всего, большая реакция рынка. Но поскольку кукуруза не является у нас серьезным экспортным товаром, поэтому для России, и в России она потребляется в основном внутри, то данная ситуация вряд ли сильно скажется на внутренние цены на кукурузу. На следующем слайде вы видите динамику экспортных пошлин на зерновые культуры в России. Это вот, если грубо говорить, то это то, что забирает себе государство при экспорте. То есть то, насколько цены сейчас в стране ниже, если мы отсчитываем от экспортных цен, то цена была бы на такую-то величину больше, по кукурузе на 2000 рублей за тонну, на ячмень на 2500, на пшеницу на 3000 рублей больше была бы внутренняя цена. Это как раз механизм так называемого демпферного ценообразования на рынке зерновых культур, который придумало правительство еще больше года назад, чтобы сдерживать рост внутренних цен на зерновые. Ну не только у нас сейчас, к сожалению, не только экспортная пошлина сильно влияет на внутреннюю цену, но и одним из таких неприятных, неприятного воздействия на рынок является курс рубля. Вот вы видите, как ведет себя рубль по отношению к доллару. Доллар взят здесь за константу. И вот все остальные валюты стран, которые, в частности, наши импортеры, как Египет и Турция, также и экспортеры, такие как Украина и Казахстан, везде вы видите, что валюты всех стран по отношению к доллару больше, чем за год сильно достаточно провалились. Только рубль укрепился очень сильно. По сравнению, он сначала провалился весной этого года, потом очень сильно укрепился за счет того, что было убрано бюджетное правило, и у нас очень большой положительный сальдо платежного баланса в стране. Но, к сожалению, для внутренних цен на зерно эта ситуация очень негативна. И вот это, скажем так, я вчера, по-моему, считал, что рубль укрепился на 13% по сравнению с прошлым годом. Это негативно. Вдобавок к пошлину влияет на цену на зерно в стране. Ну и вот, в принципе, поскольку у нас вебинар у нас по кукурузе и подсолнечнику, здесь внутренние цены на кукурузу, вы можете посмотреть и на пшеницу. То есть вот такой вот разрыв по сравнению с прошлым годом. Это индекс про зерно, то есть это больше, скорее всего, даже не юг, это больше центр страны. Ну вот на юге этот разрыв, естественно, чуть-чуть поменьше из-за близости к портам. Но в целом можно сказать, что цена на пшеницу и кукурузу у нас достаточно очень низкая по сравнению с предыдущим годом. Что дальше ожидать? Ну, единственное, что может помочь росту внутренней цены на зерно в стране, это, наверное, сейчас ослабление рубля. Но ослабление рубля не больше, чем до 75 рублей за тонну, потому что у нас сейчас пошлина считается специальным способом, таким, что невыгодно дальше уже, невыгодно дальше, для сельхозпроизводителя станет это невыгодным, если курс будет гораздо выше 75. Вот, такие, ну, и тут больше даже зависит прогнозирование цены, больше зависит от прогнозирования курса рубля здесь по отношению к доллару, к сожалению. Переходим на рынок подсолнечника. В этом году будет очень серьезное производство подсолнечника, порядка 17 миллионов тонн, но, как я сказал ранее, скорее всего, не все будет убрано осенью, часть будет убираться весной, и поэтому, скорее всего, не такое сильное давление будет на рынок подсолнечника, как это могло бы было быть, но все равно она останется достаточно серьезной, поэтому цены под давлением этого урожая, естественно, сейчас, во-первых, под давлением урожая, во-вторых, сильного рубля, пошлины сейчас на подсолнечное масло отсутствуют, в основном за счет доллара и за счет высокого урожая цены на подсолнечник внутри страны находятся под серьезным давлением. Здесь вы можете посмотреть, как развивается мировая цена на подсолнечное масло. В конце сентября она опустилась примерно до 1200 долларов за тонну. В принципе, цена на масло, она достаточно неплохая, если мы в долларах смотрим. Но, опять же, курс рубля, который не очень благоприятный для экспорта, он сильно ограничивает возможности цены подсолнечника в настоящее время. То есть, вот вы видите сейчас, цена подсолнечника, это опять индекс про зерно, средний, скажем так, цены европейской части России, он опустился в районе 24 тысяч рублей с НДС. Но на самом деле, как другие аналитические агентства тоже пишут, что цена опустилась еще ниже, в районе 22-23 тысяч рублей. Но что можно сказать, если мы прогнозируем на будущее, что в принципе цены на подсолнечник сейчас неадекватно низкие. Вот аналитические агентства пишут, что при текущей цене на подсолнечное масло экспортный и текущей цене на шрот, в принципе, заводы могут давать сельхозпроизводителям 26-27 тысяч рублей. Но из-за давления урожая, который сейчас поступает, и желания сельхозпроизводителей продать этот урожай, получить определенную ликвидность, естественно, у нас получается, что сейчас цены ниже того уровня, который могли бы быть. В целом, могу сказать, что по подсолнечнику, наверное, после окончания массовой уборки ситуация выправится, и цены немножко подрастут. Что не могу, к сожалению, сказать сейчас о пшенице и кукурузе, потому что там действует пошлина, которая существенно влияет. Ну и общее резюме, естественно, это очень простой довод, но единственное, что может сейчас серьезно увеличить достаточно цены, внутренние цены на подсолнечник, на зерно в стране, это, конечно, изменение курса рубля. У меня, в принципе, все. Хорошо. Коллеги, если у вас есть вопросы, задавайте их в чат. Если дополнительно, потом постараемся еще ответить на вопросы, если после вебинара будет. Теперь я передаю слово Ивану Афанасьеву. Спасибо большое, Михаил, за анализ, экскурс по поводу ситуации на рынке. И, наверное, да, тут я немножко тебя поддержу и продолжу. В принципе, ты сегодня сказал по поводу уборки, и мы идем по сценарию 2017 года. Коллеги, кто давно работает в сельском хозяйстве, в принципе, смотрите, какая была тенденция и как вы продавали продукцию в 2017 году. То есть пока погодные условия окончательно не испортятся в центральном регионе по Волжье, да, роста цены не будет, потому что вот этот мокрый подсолнечник с высокой влажностью, в некоторых случаях даже с кислотностью, он будет идти на Мезвы. И, соответственно, там его будут продавать с большими дисконтами, покупать с большими дисконтами. Соответственно, Юг в этом отношении находится в привилегированном положении, потому что нам удалось убрать подсолнечник на Юге в сухом нормальном состоянии, да, и он может дождаться своей цены, и мы можем не переживать. Да, у нас есть небольшое отставание по уборочной кампании в Ростовской области, немножко отставание по кукурузе есть по всему Югу, вот. Ну, если касательно подсолнечника. Окей, коллеги, я хотел бы, прежде чем мы перейдем к результатам сезона, прежде чем мы перейдем к цифровым сервисам, я хотел бы, с одной стороны, это все было перед вашими глазами, это погодные условия. И характеризовать их, конечно, дело неблагодарное, с одной стороны, потому что погодные условия – это тема уникальная. В каждом хозяйстве, в каждой территории складываются свои определенные условия. И я даже не говорю о температурном режиме, я больше говорю о выпадении осадков, о том лимитирующем факторе, который есть у нас для реализации потенциала современных гибридов кукурузы-подсолнечника. А если мы возьмем условия того же Краснодарского края, то есть мы видим, что, в принципе, если посмотреть шкалу, то есть и выпадение осадков, то есть мы с вами увидим, что, в принципе, осадки выпадали. Но как они выпадали? Как это происходило? То есть это уже другой вопрос, и я хотел бы уже в общем тогда сказать. Ставропольский край также отличается тем, что в течение вегетации выпадали осадки, если, конечно же, это примерить на Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. То есть мы можем сказать, что, в принципе, сезон, если не считать вот этих вот четырех моментов, о которых я расскажу, стрессовых, которые есть, то, в принципе, мы с вами подошли с довольно неплохим запасом продуктивной влаги. В течение вегетации выпадали осадки. Но что едино по всей территории Юга России? Прежде всего, что было негативного и что повлияло на потенциал наших пассио и кукурузы и подсолнечника? Вы видите, в мае месяце абсолютно на всей территории Юга России складывались погодные условия с понижением температуры. То есть хозяйства, которые в этот период, либо за неделю до майских праздников, либо, получается, в этот период сеяли, они столкнулись с тем, что качество и дружность сходов, она, конечно, желала лучшего. И, с другой стороны, длительность появления этих сходов, по ним были вопросы. Если же хозяйства провели посевную кампанию еще в начале апреля, то есть мы видим, осадки были, никаких вопросов нет, получили нормальные дружные сходы, температура шла в рост и так далее, то в этот период как раз-таки эти хозяйства пришли к обработке посевов гербицидами. И, с одной стороны, они столкнулись с тем, что понижение температуры культура и сорняк находились в стрессе, соответственно, они получили меньшую эффективность по сравнению с теми хозяйствами, которые работали позже, то есть после 20 мая, которые проводили все эти операции. Еще один момент. Хозяйства, которые работали, особенно по подсолнечнику, с производственной системой Клеофил, Клеофил Плюс, Экспресс, в этот период за счет того, что нарушался регламент применения понижения температуры, то есть если мы посмотрим, то в отдельные дни температура опускалась ниже биологического минимума и кукурузы, и подсолнечника. То, соответственно, обработка в этот период приводила к тому, чтобы проявление было фитотоксичности. Да, она потом уходила за счет того, что и выпадали осадки, и пошло повышение температуры, но тем не менее мы столкнулись с тем, что вот здесь мы свой потенциал немножко подрезали. Следующие моменты. То есть потом пошла температура в рост, вроде бы нам все нравилось, и никаких вопросов особых не возникало. Но мы столкнулись с другой проблематикой. У нас на большей части, я могу сказать, на большей части юга России в июне, в июле, да, может похвастаться выпадением осадков. Там Ставропольский край, Республики Северного Кавказа, да, то есть Краснодарский край может похвастаться тем, что осадки в этот период выпадали. Но есть территории, которые с момента посева до момента цветения не получили ни одного продуктивного дождя. К этой территории относится северо-восток, север, часть севера Ростовской области. То есть и что здесь вот произошло, вот если посмотреть на большей части юга России, что у нас в июне и в июле особо осадков не было. При этом температурный режим, он стремился вверх, да, то есть и, соответственно, мы сталкивались с негативными факторами. В июле месяце, где-то числа с 15-19 июля осадки прошли, ну, по большей части во всех территориях. Причем даже некоторые хозяйства Ставропольского края, Краснодарского края столкнулись с тем, что не могли убирать зерновую группу, да, то есть, ну, то есть, ну, это было положительно для пропашных культур, да, и кукуруза и подсолнечник воспряли духом после отсутствия осадков и высоких температур в этот период. Это как-то вырулило ситуацию. Но у нас пришел следующий негативный фактор. Вы помните, где-то у нас числа с 14-15 августа на большей части юга России прошли довольно сильные, установили сильные ветра в течение полутора, даже в некоторых территориях до двух недель. И мало того, что ветра были сильные, еще и была высокая температура, да, то есть повышение температуры, которое наблюдалось. Это приводило к тому, что происходило, ну, агрономы между собой это называют эффект фена, да, когда, получается, горячий воздух просто проводил, можно сказать, десекацию растений. Но что случилось, да, то есть, с одной стороны, у нас запас продуктивной влаги, который был еще с осени, восполнялся в течение вегетации отдельными осадками, да, он помогал культуре сохранять физиологию, да, и работать. Но вот этот эффект фена, он приводил к тому, что у нас на подсолнечнике шло подсыхание именно корзинки, и в какой фазе находилась культура, это конец налива, либо это конец цветения, от этого зависело, как это повлияло. Если мы возьмем посевы раннего срока сева, которые попали как раз в период, когда на момент начала этого суховея влажность маслосемянок составляла порядка 20-25%, то буквально за неделю влажность опустилась до 6-7%, и ветер просто происходило, за счет ветра просто происходило механическое вымолачивание маслосемянок из корзинки, да, потому что при ударах, да, происходили высыпания маслосемянок из корзинки, да, то есть вот такой эффект уборки произошел. И хозяйства, кто в этот период имели уже подходящие к уборке посевы, они столкнулись с тем, что 20-30% маслосемян осталось на земле. Хозяйства, посевы, которые были в этот период и кукурузы, и подсолнечников в фазе налива столкнулись с тем, что вот этот суховей, он повлиял на массу тысяч зерен и налив в финальном по урожайности, это сказалось, конечно же, негативно. И дальше погода как бы выравнивала то, что не додала, да, в течение, получается, летних периодов, она нам в осенний период, сентябрь-октябрь, она нам просто начала это компенсировать. И мы столкнулись с тем, что сейчас большая часть кукурузы еще, конечно, находится в полях, да, подсолнечник может как бы в этом отношении немножко получше ситуация складывается, что уже порядка даже 80% у нас убрано в Ростовской области подсолнечника, да, но есть территории. Но при этом более северные территории, которые имели более поздние сроки посева и, соответственно, свои погодные условия, они столкнулись с тем, что, о чем говорил Михаил, это то, что культура осталась в поле, да, то есть, и, соответственно, есть риски того, что это будет весенне-зимняя уборка. Это касательно погодных условий, если есть какие-то комментарии, пишите в чате либо в блоке вопросов. Я передаю слово Михаилу для того, чтобы он нам помог, да, как выбирать гибриды, как анализировать погодные условия и как, соответственно, выбрать правильно гибрид для каждого нашего поля. Да, коллеги, добрый день еще раз. Меня зовут Михаил Колосков. Я занимаю в компании Сингента должность эксперта по цифровым сервисам. Несколько лет назад компания Сингента начала предоставлять цифровые решения в области сельского хозяйства для сельхозтоваропроизводителей. Наряду с онлайн-сервисом Cropwise Operations, который, ну, по большей части вам известен, был запущен сервис Cropwise Seed Selector. В отличие от Cropwise Operations, Seed Selector – это внутренняя такая онлайн-платформа, которая помогает аграриям сделать лучший выбор, правильно подобрать семена гибридов кукурузы и подсолнечника для каждого поля. Ну и, как следствие, получить высокую урожайность с каждого гектара посевной площади. Этот сервис абсолютно доступен всем клиентам. Чтобы его получить, необходимо обратиться к вашему менеджеру по продажам семян. Конечно же, чтобы у вас было время и доступ к интернету, к вам приедут, либо свяжутся онлайн. Также необходимо учесть, что выдача рекомендаций обычно занимает от 20 минут до 1 часа. В зависимости от того, отцифрованы ли у вас поля в Cropwise. Если нет, то это, конечно же, не проблема, так как вся Россия давно уже оцифрована, и вы с менеджером можете найти и добавить свои поля в программу. В дальнейшем мы уже через ваши потребности в гибридах, интеграции с цифровыми почвенными картами и другими агрономическими фильтрами составляем рекомендацию по подбору и размещению гибридов на ваших полях. Наш алгоритм основан на исследовании. Это не какие-то там фантомные данные, это данные с 28 тысяч участков. Обратите внимание на слайд. Эта карта демонстрирует все сэмплинги, все поля и участки, все трейлы, на которых были посеяны и выращены гибриды, откуда попадают данные в систему. Кстати, сюда же входят и данные с ваших полей, когда у вас или в соседних хозяйствах закладываются опыты с гибридами. Вот этот огромный объем данных позволяет быть уверенным в том, что рекомендации, которые мы выдаем по гибридам, они точны, они имеют под собой прочный фундамент, потому что каждый из участков имеет свои параметры по погодным, по почвенным данным. Все это складируется в такой огромный дата-сет, который используется для выдачи рекомендаций. По поводу количества данных, более 15 тысяч участков по кукурузе, более 13 тысяч участков по подсолнечнику было исследование, поэтому можно с уверенностью сказать, что рекомендации сделаны верно и достаточно хорошо подобраны гибриды. Да, и еще раз, что такое crop wise seed selector, для чего он нужен? Это цифровой инструмент, который сейчас существует как веб-приложение. Данная программа позволяет и помогает создать оптимальную рекомендацию по гибридам с учетом метеоусловий, с учетом условий по почве, с данными по урожайности в разных районах и разных локациях для каждого из гибридов. Оценка производится в 15 природно-климатических кластерах и позволяет задавать параметры по требованию к гибридам. Какие же основы алгоритма при выдаче рекомендаций мы учитываем? У нас есть данные по пяти уровням стресса. Это соотношение суммы температуры к накопленным осадкам. Это три уровня текстуры почвы от легкого до тяжелого. Это пять уровней урожайности от очень низкой до очень высокой, что в свою очередь вот эта вот вся совокупность данных составляет 75 кластеров окружающей среды. Каждый гибрид получает оценку во всех кластерах, где он тестировался. При составлении рекомендаций учитываются все доступные данные с совпадающими условиями. Также у нас есть данные по поведению гибридов в различных локациях, в различных условиях по тому, какую мы ожидаем урожайность. Если мы выезжаем в локацию и вдруг для какого-то гибрида не было похожих локаций, в базе данных не было похожих условий, минимум восемь значений по метеоданным, по почвам, то рекомендации к данному гибриду выдаваться не будут. Предложится другой, более приоритетный, подходящий гибрид для этого места. Есть ограничения, когда восемь значений для нас являются пороговыми, чтобы выдать хорошую и точную рекомендацию. Собственно говоря, как выглядит процесс работы. Вы с менеджером компании Сингента выбираете поля, на которых будут размещаться гибриды кукурузы, либо же подсолнечника. Далее учитываем, какие у вас пожелания, какие результаты вы хотите достичь в сезоне. Производим настройку нашей рекомендации по различным агрономическим требованиям. На примере подсолнечника выбираем, какой гибрид мы хотим сеять, высокоолеиновый, либо линолевый. Выбираем технологию, либо это классическая технология, либо сульфа, либо ими. Указываем расу заразихи, которая присутствует у вас на поле. Ставим фильтры по мучнистой рассе, выбираем группу спелости. Мы также можем сбалансировать от благоприятных условий до стрессовых условий. Выбираем требования к метео, к погоде, и после этого у нас появится рекомендация с приоритетностью по гибридам. То есть какой гибрид наиболее подходящий и приоритетный в вашем хозяйстве. Он высветится сверху, сверху в рекомендации. Далее сохраняем рекомендацию и предоставляем вам ее в формате PDF. Да, вот это что касается работы с Сидселектором. Как уже сказал ранее, компания Сингента развивается и совершенствуется в области цифровых сервисов. Сегодня вам хочу представить еще один цифровой сервис. Это сервис по прогнозу уборки гибридов кукурузы на зерно и на силос. Одним из факторов получения качественного корма является уборка культуры в оптимальные фазы вегетации. Для получения высококачественного кукурузного силоса необходимо стремиться убрать кукурузу при содержании сухого вещества на уровне 30-35%. Во время наблюдения за процессом созревания важно обращать внимание как на початки, так и на все растения в целом, поскольку усвояемость этих обоих компонентов развивается по-разному. Оптимальное содержание сухого вещества в растениях отмечается, как правило, тогда, когда в початках заканчивается отложение крахмала. Это тот момент, когда можно расцарапать зерновку ногтем пальцем. Слишком поздняя уборка не сможет гарантировать оптимальную трамбовку. Кроме того, возникает очень много остатков растений с нежелательными микотоксинами, с нежелательными микроорганизмами. Возрастает риск образования плесени. Содержание сухого вещества в початках растет постоянно, в то время как в листостебельной массе снижается. И концентрация энергии в них увеличивается до восковой спелости. В листостебельной массе также, как мы знаем, снижается. Чтобы учесть все эти факторы, команда цифровых сервисов разработала своеобразный помощник для агронома, либо же для зоотехника в прогнозе уборки кукурузы на силос. Так это выглядит в CropWise Operations. Мы видим, что список полей отсортирован по прогнозируемой дате уборки. В прогнозе задействован ряд факторов. Это сам гибрид, это дата сева, NDVI, NDVI-однородность, это сумма эффективных температур с даты сева. И в конце система нам, обратите внимание, выдает прогнозируемый диапазон уборки, то есть ту дату, когда содержание сухого вещества будет на уровне 30-35%. Что касается уборки кукурузы на зерно, сроки уборки зерновой кукурузы определяются, как мы знаем, прежде всего содержанием сухих веществ, то есть влажности семян и способом уборки. Если на предприятии есть сушильные установки, то, как правило, кукуруза убирается при большей влажности примерно 20 или 30%. Если таких установок нет, стараемся убирать при влажности 14 менее процентов. По подключению сервиса, по прогнозу уборки кукурузы, напомню, он предоставляется бесплатно. Если вы купили или планируете купить гибриды компании Сингента в Кропвайс Оперейшнс, вам приходит уведомление за 7 дней до достижения влажности кукурузы. Первое – это 32%, второе – 24% и третье – 18% влажности. Это позволяет грамотно запланировать очередность уборки полей и уменьшить затраты на подсушку кукурузы. Также, как в прогнозе уборки кукурузы на силос, задействованы те же алгоритмы и те же факторы, что при уборке кукурузы на зерно, дата сева, NDVI, там сумма эффективных температур. Отличие в том, что система предлагает 3 даты уборки кукурузы на зерно при 32%, 24% и 18% влажности зерна кукурузы. Что же нужно, чтобы подключить сервис по прогнозу уборки кукурузы? Прежде всего, необходимо купить семена гибридов кукурузы компании Сингента. Если вы еще не используете систему GroupWise Operations, то через менеджера передаете карту хозяйства в любом формате, будь то электронный формат, либо просто фото с карты стены хозяйства. Указываем фамилию, имя, отчество, должность, email. Мы делаем для вас доступ. Далее нужен севооборот. Вы можете занести его самостоятельно, либо также передать менеджеру как карту полей. Севооборот должен быть за 2 года, как минимум, этот и следующий сезон. При посеве кукурузы указать дату сева с названием гибрида через агрооперацию, чтобы этот сервис заработал. Ну и, собственно говоря, после всех этих процедур мы подключаем вам сервис для вашего хозяйства. Коллеги, по цифровым сервисам у меня все. Передаю слово Игорю. Добрый день, коллеги, партнеры. Меня зовут Тимошенко Игорь. Я портфолио-менеджер по гибридам подсолнечника в России и Казахстане. Так, переключать. На данный момент у компании Сингента самый, я бы сказал, сбалансированный портфель в рынке семян подсолнечника. Именно поэтому мы можем предложить сельхозтоваропроизводителю продуктовое решение для любых, практически любых условий выращивания. На данном слайде мы схематически изобразили наш портфель гибридов подсолнечника, который условно разделен на разные классеры сегментов. То есть высоколиновые слева и линолевые с классическим типа масла справа. По поводу высоколиновых мы сейчас ставок больших не делаем, потому что основной потребитель высоколинки – это Европа. А наше масло растительное, оно в Европу практически не поставляется, особенно сейчас. Поэтому основной упор на линолевые гибриды. И здесь вы можете видеть, что у нас есть продуктовое решение для каждых технологических групп. Как для классической технологии, для производственной системы Clearfield, Clearfield Plus и гибриды. Мы их объединяем одним словом с Ульфа, да, гибриды, которые оптимизированы для гербицида «Экспресс» компании FMC. И также я рад представить пока что еще так тизерно технологию AIR. Это технология интеллектуальной собственности компании «Сингента». Называется она AIR. Это гибриды, на которых можно применять гербициды для производственной системы как Clearfield, так и Clearfield Plus, так и гербицид «Экспресс». Не одновременно, конечно, но один из гербицидов вы в сезон можете для обработки выбрать. И именно такие сейчас гибриды у нас находятся в регистрации. Мы ожидаем получить гибрид «Футура» и «Эриса». Также пара слов, как читать этот слайд еще по вертикали. Это относительная группа спелости. То есть это количество дней от сходов до созревания, до 7-8% влажности. Но опять-таки дни созревания – это очень такая относительная величина. Вот один и тот же гибрид, посеянный в Краснодаре условно и где-нибудь в Уфе, они могут созреть с разницей в три недели. Поэтому это очень такая относительная величина. И по цветам зеленые – это гибриды, которые оптимизированы для более таких северных территорий, где короткий вегетационный период. Оранжевые гибриды – это экстенсивные и засухоустойчивые. Желтенькие тут – это самые интенсивные гибриды. И оранжевые – это умеренно интенсивные гибриды. Вот. И я бы хотел еще заострить внимание на новинках, которые зашли в наш портфель за последние два года. Давайте слева направо. Суванга – это высоколейновый сульфогибрид. Вот он является пока что тактическим. Вот мы сейчас, несмотря на то, что показывают замечательные результаты, мы ищем гибрид с заразихой GG+. Также зашел на рынок среди классических гибридов две новинки – это Теос и Левис. Теос – это гибрид среднеспелый, который будет заменять все среднеспелые классические гибриды, такие как Купава, Ласкала, Конди Брио. То есть в будущем у нас будет для этой группы только один гибрид – Си Теос. И Си Левис – это уже ранний экстенсивный гибрид. Вот Владимир за него чуть-чуть позже расскажет тоже. То есть мы будем фокусироваться фактически на двух, трех, четырех гибридах в классике. По Клиарфилду у нас относительная новинка Avenger, хотя здесь не стоит значок New, но до сих пор я думаю, что это гибрид, который можно назвать новинкой. Это универсальный гибрид, который работает практически во всех условиях. И также мы ожидаем по Клиарфилду Плюс, ожидаем в регистрации гибрид Лазури КЛП. Это первый гибрид у нас, который уже генетически изначально устойчив к ржавчине в нашем портфеле. И у нас на него большие ставки, поэтому если будет возможность, зарегистрируем, пробуйте новиночки, я думаю, что все останутся довольны. Также мы ожидаем новинки в Сульфо Гибрид Су Таки. И я бы все равно остановился более подробно, Владимир остановится, я буквально скажу, в Суоми. Это так же, как и Avenger в Клиарфилде Суоми. Это гибрид для Сульфо, который работает практически во всех условиях и является универсальным. Фактически все. Можете зафоткать слайд, потом проанализировать его. И можете также посмотреть кросс-сегментарно, как гибриды по группе Спелси относятся один к другому. Владимир, передаю тебе слово. Спасибо. Спасибо, Игорь. Добрый день, коллеги. Меня зовут Неботов Владимир. Я технический эксперт по подсолнечнику в регионе Юг. И сегодня мы с вами поговорим о гибридах подсолнечника, о результатах гибридов, которые представлены, точнее, были получены в этом сезоне в регионе Юг. Для начала хочу вас, так сказать, обрадовать, если хотите, о том, что наша компания, компания Сингента, заложила в 2022 сезоне порядка 220 опытов по подсолнечнику в различных территориях, собственно говоря, с которых мы основной, скажем так, объем информации по результатам испытаний и получаем. И, соответственно, делимся с вами. Но для начала давайте немного поговорим о рекордах сезона 2022. В двух словах хотелось бы отметить такие гибриды, как гибриды Avenger, раннеспелая группа, о которых мы более подробно поговорим несколько ниже. Гибрид Суоми, это также раннеспелая группа гибридов. Розетта, гибрид, который является среднеспелой группой. Суберик и Бокарди, это гибриды среднеспелой группы. Левис, также гибрид раннеспелой группы. То есть мы можем видеть с вами результативность даже среди этих гибридов от 35 до 45 центнеров. Гибриды компании Сингента спокойно могут позволить получать на территории юга нашей страны. Также есть и другие гибриды подсолнечника, такие как гибриды Алькантара. Это средне-ранняя группа гибридов. То есть более 40 центнеров мы можем получать на данном гибриде. И также новинка гибрида Теос, о котором немного Игорь сказал. Это тоже больше 40 центнеров мы можем получить на среднеспелой группе гибридов. То есть вы можете обратить внимание, вопрос в чате был о том, какие максимальные выраженности гибриды могут давать. То есть в вашем внимании представлены результаты по непосредственно... Вот на секунду, я что-то не могу указку взять. Могут давать гибриды компании Сингена на территории региона Юг в 2020 году. Давайте же теперь перейдем непосредственно к гибридам подсолнечника, а также к результатам урожайности этих гибридов. И с чего бы я хотел начать? Это в первую очередь с классического сегмента, а именно гибрида Левис. Гибрид Левис это средний, прошу прощения, раннеспелый гибрид подсолнечника экстенсивного типа. То есть мы с вами все прекрасно помним, чем отличается экстенсивный от интенсивного группы гибридов. Чем отличается Левис от других гибридов? Значительно отличается от других гибридов. Ну в первую очередь это гибрид, который является одним из лидеров по устойчивости к заразихе на рынке среди всех гибридов, которые присутствуют. То есть это действительно устойчивость к заразихе расы уровня G+. Также гибрид обладает очень высокой масличностью до 55%. И есть несомненно интересный фактор, интересная особенность данного гибрида. Это повышенное производство пыльцы в момент цветения, что безусловно способствует лучшему опылению, а как следствие получению более высоких урожаев на данной группе гибридов. Давайте обратимся к результатам урожайности в сезоне 2022 и что же мы можем видеть на данном графике. Ну в первую очередь давайте поговорим о том, как этим графиком пользоваться, а именно навигацией по данному графику. Зеленый столбик это гибрид, непосредственно о котором мы сейчас говорим. В данном случае это гибрид Левис. И коричневый столбик это средняя урожайность по опыту, в котором участвовал гибрид. Ну стоит отметить, наверное, что средняя урожайность по опыту среди всех гибридов, которые участвовали в этом опыте, это не только гибриды компаний Сингента, это гибриды компаний, также других компаний. То есть идет усреднение урожайности и, соответственно, сравнивается с урожайностью гибрида Левис. И давайте обратимся непосредственно к результатам. И что мы можем с вами здесь видеть? Такие районы, значительно сложные, я бы так их выделил бы, районы для выращивания подсолнечника. Если не экстремальные, то жесткие условия. То есть здесь урожайность гибрида варьируется в районе от 2 до 3 тонн. То есть в зависимости от территории. Но в то же время в таких зонах, как в интенсивных зонах выращивания подсолнечника, мы с вами видим урожайность вплоть до 4 тонн. Да, мы можем где-то на каких-то графиках, на каких-то опытах видеть снижение Левиса по сравнению со средней по опыту. Но это абсолютно объяснимо, так как гибрид является засухоустойчивым, экстенсивным гибридом. Он имеет, то есть данная группа гибридов имеет ограниченный потенциал урожайности, если мы будем сравнивать с более интенсивной группой гибридов. И безусловно в интенсивных условиях более интенсивные гибриды будут давать более высокие результаты урожайности. Это нормальные условия, то есть для Левиса территории наиболее подходящие это жесткие условия выращивания, связанные с почвенно-климатическими условиями, с заразихой и иными негативными факторами, которые влияют на снижение урожайности. Следующий гибрид, о котором я хотел бы поговорить, это один из наиболее известных классических гибридов на сегодняшний день в сети товаропроизводителей. Это гибрид средней ранней группы, это гибрид Алькантара. Гибрид Алькантара отличается значительно от других гибридов некоторыми особенностями. В первую очередь это очень засухоустойчивый гибрид, а также гибрид с повышенной жаростойкостью. Что же такое жаростойкость вы наверняка знаете, это устойчивость переносителей, способность переносить высокие температуры в момент цветения, а именно более повышенный порог стерилизации пыльцы порядка 34-35 градусов. Мы с вами прекрасно помним, что еще из институтов, что порог стерилизации пыльцы обычного подсолнечника это 31-32 градуса и начинается стерилизация пыльцы, соответственно недоопыление корзинки. Этот гибрид позволяет увеличить этот порог для того, чтобы даже в более жестких условиях гибрид смог опылиться и соответственно сформировать урожай. Если обратиться к результатам испытаний данного гибрида в сезоне 2022, мы с вами можем видеть четкую закономерность линии тренда. Это очень хорошо показывает, что идет планомерное, практически стопроцентное превышение на средний по урожайности в опыте. Соответственно мы можем говорить о том, что такие районы, как Нимилеровский район Ростовской области или Новоселецкий район Ставропольского края, которые отличаются жесткими условиями, как в температурном, так и в профиле агрофона, мы можем получать урожайность у 20 до 30 центнеров. В то же время этот гибрид отлично работает и в интенсивных зонах выращивания, такие как в интенсивных зонах выращивания Краснодарского края. В первую очередь вы можете видеть это на графике. Соответственно мы можем сказать, что гибрид является очень стабильным и достаточно высокопотенциальным в различных почно-климатических зонах юга нашей страны. Давайте же немного поговорим о гибриде ТЭОС. Это гибрид, который недавно, вернее в этом сезоне был зарегистрирован на территории Российской Федерации. Это гибрид классического типа, среднеспелой группы, значительно отличается от других гибридов, как по потенциалу урожайности, он значительно выше, также и отличается по устойчивости к заразихе, который обладает уровнем устойчивости G+, что несомненно является одним из лидеров на рынке среди всех групп гибридов. Кроме того, гибрид обладает очень хорошей толерантностью к различным болезням, которые сегодня присутствуют у нас на полях. То есть, другими словами, можно подытожить, что этот гибрид больше будет раскрывать себя в интенсивных зонах выращивания, так как он является интенсивным. Давайте обратимся к результатам урожайности и что мы с вами можем видеть. Да, в жестких условиях этот гибрид не отличается супервысокими показателями урожайности. Но это вполне объяснимо, так как я выше говорил уже на примере гибрида Levis, это гибрид интенсивного типа, то есть раскрывать он себя будет все-таки в большей степени в интенсивных зонах. С более высоким агрофоном, с большим количеством насадков, с оптимальными сроками посева и так далее. Но одно стоит отметить однозначно. Это гибрид классического типа, который рекомендуется для территорий интенсивных, но в то же время с присутствием агрессивных раз заразихи. Там, где гибриды с более низкой устойчивостью к заразихе уже имеют признаки угнетения, здесь данный гибрид будет отлично себя показывать, отлично чувствовать и радовать вас высокими урожаями. Давайте обратимся к легенде, к одной из легенд компании Сингента в классическом сегменте, это гибрид Купава. Безусловно, все с вами, я не побоюсь этого слова, как бы не 100% товаропроизводителей так или иначе знакомы с этим гибридом, то есть это генетика гибрида Конди, вы прекрасно это знаете. Гибрид интенсивный, обладает очень неплохими темпами роста на начальных этапах развития, раскрывает, конечно же, свой потенциал, в том числе, в первую очередь и в интенсивных зонах. Если обратиться к результатам урожайности, мы с вами можем увидеть, что более, скажем, жесткие условия, все-таки урожайность в районе 3-3,5 тонн, в более интенсивных условиях, как я говорил, выше 40 центнеров гибрид способен давать. Это нормальная ситуация для данного гибрида в данных зонах. Гибрид Ласкала, можно сказать, брат Купава, да, эти гибриды по профилю очень похожи, однако имеют различия. То есть Ласкала является более экстенсивным гибридом и в более жестких условиях показывает несколько более высокие результаты урожайности, а также гибрид является более стабильным, что выгодно его отличает от других гибридов. Обладает также высокими темпами роста на начальном этапе развития, ну и, соответственно, подходит для хозяйств, которые имеют проблемы с заразихой, с болезнями, но имеют также повышенный фон агротехники и, соответственно, почвенно-климатических условий. Если обратиться к результатам, мы видим подобную закономерность, как и у гибрида Купава, то есть в более засушливых зонах это порядка 3-3,5 тонн, в более интенсивных условиях это, естественно, 4-4,5 тонны урожайности. Это абсолютно нормальные показатели для данного гибрида. Давайте обратимся теперь к технологии Клеофилд. В чате задавали вопрос, что контролируют ли гербициды грубой системой Клеофилд и Клеофилд плюс заразиху. Да, безусловно, контролируют. Это один из факторов, который помогает бороться с заразихой. Помимо генетического фактора, мы можем бороться еще и химическим способом с данным паразитом. И первый представитель данного сегмента это гибрид, один из двух гибридов компании Сингента, новинок, зарегистрированных совершенно недавно. Это гибриды универсального типа. Гибрид Sea Avenger, как я уже отметил, универсального типа. Что же это такое? То есть это и экстенсив, и интенсив, что называется в одном флаконе. Почему именно так? Потому что наши уже многолетние исследования показывают, что гибриды универсального типа отлично себя ведут как в интенсивных, так и в экстенсивных условиях. Но мы сейчас чуть ниже на графике об этом поговорим. Avenger обладает высоким потенциалом урожайности на уровне среднеспелых гибридов, будучи гибридом раннеспелой группы. Также, как мы уже отметили, обладает двойным контролем заразихи, то есть это и возможность химически контролировать заразиху, так и генетически, ввиду того, что гибрид обладает уровнем устойчивости к заразихе, уровня расы G. Адаптируется практически ко всем починоклиматическим условиям, в том числе в зонах, где присутствуют наиболее агрессивные расы заразихи. Если мы обратимся к результатам урожайности, мы с вами можем увидеть четкую закономерность по превышению урожайности гибрида Avenger на средней по опыту. Особенно это ярко можно заметить в более интенсивных условиях выращивания, то есть это в районе 4-4,5 тонн гибрид способен давать. И соответственно в экстенсивных или умеренно экстенсивных условиях гибрид также способен формировать урожайность на уровне среднеспелых, если мы с вами сейчас вспомним гибрид Купава, урожайность в районе 3 тонн в этих зонах и соответственно в более интенсивных зонах в районе 40-45 центнеров. Но напомню, что это гибрид ранней спелой группы, который позволяет все-таки регулировать и посевной конвейер, и заходить с посевом немного раньше, и соответственно прогнозировать, планомерно прогнозировать уборку будущего. Давайте еще поговорим немного о легендах. И в первую очередь одна из легенд это гибрид NK Neoma, очень популярный гибрид, один из наиболее известных гибридов во всем мире. Стоит отметить, что гибрид является среднеспелым, высокоинтенсивным типом и соответственно обладает более, наверное, более высокой пластичностью и стабильностью на фоне высокого потенциала урожайности. Урожайность данного гибрида показывает, что гибрид в интенсивных условиях способен давать до 45 центнеров, в экстенсивных и умеренно экстенсивных условиях в районе 25-30 центнеров урожайность спокойно может давать. Обратите внимание на тот же Александровский район Ставропольского края, это жесткие условия для подсолнечника. Тем не менее стабильность Neoma позволяет получать высокие результаты даже в таких экстремальных условиях выращивания подсолнечника. Технология Cleofield Plus. Есть ряд гибридов в этой технологии, о которой хотелось бы поговорить. И первый гибрид, который очень хорошо вам известен, это гибрид C-Rosetta, гибрид умеренно экстенсивного типа, средней и ранней группы спелости. Чем отличается от других гибридов? Значительно отличается более выраженной жаро- и засухоустойчивостью, то есть имеет более повышенный порог стерилизации пыльцы, чем у стандартных гибридов. И соответственно очень хорошо переносит засуху. Кроме того, гибрид обладает или позволяет получать стабильные результаты в условиях бедных почв, а также он нацелен или, наверное, благоприятно себя чувствует в условиях малозатратного земледелия. Если мы обратимся к результатам урожайности, мы можем видеть четкую закономерность по превышению средней по опыту по всем вариантам. Соответственно и в экстенсивных условиях, будь то Семикаракорский район Ростовской области или Константиновский район урожайность выше 30 центнеров, в то же время и в интенсивных условиях таких районов, как Оксайский район Ростовской области или Тимошевский район Краснодарского края, мы видим результаты до 45 центнеров с гектара гибрид позволяет получать. То есть это говорит о том, что гибриды компании Сингента являются очень стабильными и высокопродуктивными. Ну, это вы и без меня прекрасно знаете. Гибрид Сибокарди, чемпион на рынке по урожайности, да, то есть это гибрид, который является гибридом высокоинтенсивного типа, обладает максимальным потенциалом урожайности среди всех гибридов данной технологии выращивания. Это порядка 55 центнеров и выше гибрид может давать урожайность. В то же время гибрид отличается хорошей стабильностью, имеет очень широкую адаптацию для большинства агроклиматических зон и раскрывает, конечно же, свой потенциал урожайности в более интенсивных зонах выращивания. С чем это связано? Мы с вами об этом уже проговорили. Более интенсивные гибриды имеют более высокий потенциал урожайности, но раскрывают его в интенсивных условиях. Для экстенсивных и умеренно экстенсивных зон есть гибриды, которые подойдут лучше. Давайте посмотрим на результаты урожайности данного гибрида. Мы с вами видим, что более экстенсивные районы, да, то к левой части экрана, урожайность от 25 до 30 центнеров с гектара гибрид позволяет получать. Но в то же время в интенсивных условиях, Белийский район, Тимошевский район, Корсандарского края, к примеру, это за 40 урожайность позволило получить в сезоне 2022. И это оправдано ввиду того, что, как я уже выше отметил, гибрид высокоинтенсивный и раскрывает свой потенциал в интенсивных условиях. Для экстенсива, конечно же, нужно выбирать гибриды более экстенсивные. Гибрид Дункан один тоже из интереснейших гибридов по технологии Клеофилд Плюс. Это гибрид умеренно интенсивного типа средней ранней группы спелости, который также обладает двойным контролем за розехи, обладает высокой толерантностью к болезням, таких как склеротиния, ложномучнистая роса, фомопсис и позволяет получать стабильно высокие урожаи во всех почвенно-климатических зонах. В первую очередь, в лучшей степени подойдет для хозяйства более интенсивных, имеющих проблемы с заразихой и болезнями. Так как устойчивость к заразихе у данного гибрида – это устойчивость уровня G. Давайте обратимся к результатам урожайности. Результаты урожайности также нам показывают по возрастающей от 30 до 40 с лишним центнеров с гектаров гибрид способен давать на территории региона юг. В том числе и в экстенсивных условиях мы имеем в районе 3 тонн, в более интенсивных условиях в районе 4-4,5 тонн гибрид способен давать урожайность. Таким образом, это подтверждает ту легенду, которая говорит о том, что гибриды интенсивного типа раскрывают свой потенциал, а он у них, естественно, выше в более интенсивных условиях выращивания. И давайте все-таки перейдем теперь к технологии Сульфа. Это одна из интенсивно развивающихся технологий на территории условных данных, чтобы проще было, я буду говорить Сульфа. На самом деле, как уже Игорь отметил, это гибриды, адаптированные под применение гербицида экспресс-производства компании FMC. Для упрощения будем называть их Сульфа. Так вот, это их стремительно развивающая технология на территории Российской Федерации. С чем это связано? Ну, безусловно, это связано с некоторым страхом товаропроизводителей о последействии, в первую очередь. Соответственно, по простоте использования данной технологии, это, конечно же, всем известно, в том числе и ценовая политика, связанная с применением гербицидов. И первым представителем этого гибрида является один из, наравне с гибридом Avenger, о котором мы с вами немного разговаривали, также гибрид Xiaomi. Это гибрид универсального типа выращивания. Ранее спелая группа гибрида позволяет оптимизировать и посевной конвейер, и, соответственно, прогнозировать уборку своевременную. То есть гибрид, несмотря на свою группу спелости, обладает потенциалом урожайности уровня средней спелой группы гибридов, то есть это с урожайностью 40 плюс центнеров с гектара, обладает очень широким ареалом адаптации среди всех сульфогибридов компании Sengenta, обладает одним из самых высоких уровней масличности, это порядка 55%, имеет очень хорошую пластичность на фоне высокого потенциала урожайности. Гибрид способен давать стабильный результат даже в условиях бедных почв, и также он может применяться для ресурсосберегающего земледелия. Наша практика показывает, что данный гибрид отлично себя чувствует и показывает высокие показатели в урожайности, вплоть от Краснодара до Барнаула. То есть весь подсолнечко-сеющий пояс Российской Федерации, этот гибрид способен в этом поясе давать высокие показатели урожайности. Если мы поговорим о результатах урожайности данного гибрида, мы с вами можем видеть, что так же, как и гибрид Avenger в технологии Cleofield, этот гибрид способен в экстенсивных условиях давать урожайность свыше 3 тонн, в то же время в интенсивных условиях мы можем получать свыше 4 тонн урожайность, и это несмотря на то, что гибрид является гибридом раннеспелой группы. Следующий гибрид – это гибрид Sumatra. Гибрид – один из раннеспелых, является гибридом экстенсивного типа. Гибрид интересен тем, что очень хорошо переносит засуху, особенно августовскую засуху, с которой мы очень нередко сталкиваемся в наших территориях. Гибрид также обладает повышенным потенциалом урожайности, также на уровне среднеспелых гибридов. Адаптацию получил для всех почвенно-климатических зон, очень хорошая пластичность у него к срокам сева в первую очередь, и позволяет получать стабильные результаты даже в условиях бедных почв, и в условиях низкозатратного земледелия. Также напомню, что гибрид обладает устойчивостью к заразихе расы G, что позволяет его выращивать даже в зонах с присутствием более вирулентных раз заразихе, нежели в других территориях. И, собственно говоря, урожайность данного гибрида четко показывает, что в экстенсивных и умеренно экстенсивных территориях это в районе трех тонн урожайность способен гибрид давать. Но в более интенсивных условиях, соответственно, урожайность идет, конечно, на увеличение. В районе трех-трех с половиной тонн гибрид способен давать. Это на уровне, с учетом, вернее, того, что гибрид является раннеспелым, одним из ранних в данном сегменте портфеля компании «Сингента». Гибрид «Сузука» не нуждается, наверное, в представлении абсолютно. Это гибрид, наверное, уже зарекомендовал себя среди товаропроизводителей. Это гибрид средней и ранней группы экстенсивного типа выращивания, который очень хорошо стартует на ранних этапах развития, лучше, чем другие гибриды, значительно быстрее. Обладает также на уровне гибрида «Розета» из технологии «Клеофилд Плюс» жаростойкостью повышенной, засухоустойчивостью и имеет высокий потенциал урожайности в экстремальных условиях выращивания подсолнечника. Позволяет получать стабильные результаты даже в условиях бедных почв и низкозатратного земледелия. Также обладает устойчивостью к заразихе уровня «Джи». Если мы обратимся к урожайности, мы с вами видим, можем заметить четкое превышение по всем опытам, превышение урожайности на средней по данным опытам. Соответственно, в более интенсивных и экстенсивных условиях гибрид способен давать урожайность в районе 3-3,5 тонн, но в условиях интенсивных территорий, конечно же, это будет выше урожайность, вплоть до 4 тонн гибрид способен давать. Это все на фоне того, что гибрид является еще гибридом устойчивой к заразихе «Джи». То есть, если у вас низкозатратное земледелие, жесткие условия выращивания, вы хотите применять гибриды по технологии «Сульфа», то этот гибрид будет 100% для вас. Гибрид «Суберик» – один из гибридов интереснейших, на мой взгляд. Это гибрид среднеспелой группы, гибрид интенсивного типа выращивания, то есть, имеет повышенный уровень потенциала урожайности. Устойчивость к заразихе «Расы Джи» – одно из самых высоких среди этого сегмента устойчивости к заразихе. Позволяет получать высокий и стабильный, самое главное, урожай практически во всех почвенно-климатических зонах. Раскрывает свой потенциал, естественно, лучше в интенсиве, но также и в экстенсиве ведет себя достаточно предсказуемо и, наверное, планомерно, ввиду того, что гибрид отличается одной из самых высоких заразов сухоустойчивостей в интенсивной группе гибридов, что несказанно будет отличным снижением фактора риска в ваших территориях, если вы выращиваете по интенсивной технологии гибриды, но по каким-либо причинам в каком-либо сезоне, как в этом сезоне, например, мы столкнулись с суховеями, мы столкнулись с эффектом фена, так называемого, о котором Иван немного выше говорил, вот этот гибрид будет максимально снижать риски снижения урожайности за счет вот этих форс-мажорных ситуаций на ваших полях. Урожайность данного гибрида, безусловно, радует глаз. Это и в экстенсивных условиях в левой стороне экрана мы можем видеть урожайность за 3 тонны, а в интенсивных условиях, это с правой стороны экрана, конечно же, можем видеть вплоть до 50 центнеров гибрид способен давать урожайность. В прошлом году у нас несколько более высокая урожайность была, то есть мы максимальную урожайность на нем развили, увидели в производстве порядка 47 центнеров. В этом году ситуация такая, опять же, это связано с, скажем так, незапланированными форс-мажорными ситуациями именно в августе месяце, когда шел, конечно же, налив семянок в корзинке подсолнечных. У нас же был Суберик, видимо, какой-то здесь этот самый. А, задвоение, прошу прощения, задвоение было гибрида. Следующий гибрид – это гибрид Суванга. Это гибрид, который, как уже Игорь сказал, это более тактический гибрид. Гибрид является высоколиновым, среднеспелая группа, уровень устойчивости к заразе хирасы Е. Он больше, наверное, будет подходить для хозяйств, которые хотели бы высевать такие гибриды, как Сумика, но по каким-либо причинам они не могут приобрести данный гибрид. Гибрид Суванга, несмотря на его уровень высоколинового сегмента, может спокойно заменить этот гибрид в этих же территориях, потому что по профилю эти гибриды очень похожи. То есть, также высокоинтенсивный гибрид, как я уже сказал, это среднеспелая группа. Очень высокостабильный гибрид. Рекомендуется все-таки выращивать его как гибрид Сумика, в первую очередь, в интенсивных условиях выращивания. Ну и, соответственно, конечно же, учитывая тот момент, что это устойчивость к заразе хирасы, гибрид, обладающий устойчивость к заразе хирасы уровня Е, не рекомендуется размещать, конечно же, в зонах, где отмечено присутствие агрессивных раз заразе хирасы. Сюда, конечно же, подойдут лучше другие гибриды с более высокой устойчивостью к заразе хирасы, такие как Сузука, Суберик, Суоми и так далее. Давайте обратимся к результатам урожайности и посмотрим, что гибрид, несмотря на свой высокий потенциал урожайности, способен давать достаточно высокие результаты даже в экстенсивных условиях, таких, например, как Азовский район, Ростовская область. Это, безусловно, непростые условия для вращивания подсолнечника, но, тем не менее, гибрид особен давать урожайность от 3 до 4,5 тонн с гектара. И в завершении, наверное, моей части, это гибрид Сумика, который один из наиболее, наверное, известных на сегодняшний день в технологии Сульфа, то есть это один из первых гибридов, который был зарегистрирован компанией Сингента. И, собственно говоря, мы о нем немного уже сказали. Это высокоинтенсивный тип гибрида, отличается высокой масличностью гибрида. И, соответственно, нужно отметить, что урожайность у него также формируется в зависимости от почвенно-климатических условий, от 24-25 центнеров до 40-45 центнеров этот гибрид способен давать урожайность. И на этом я завершу свою часть и передам слово Павлу Ищенко. Он расскажет вам о технологиях выращивания кукурузы и о гибридах, в том числе гибридах-новинках данной культуры. Спасибо. Вопросы задавайте в чат, задавайте в вопросник, и мы будем с вами беседовать дальше. Спасибо. Спасибо, Владимир. Мы продолжаем наш вебинар. Итак, кукуруза. Буквально несколько слов про портфель гибридов кукурузы в этом сезоне, он увеличился на целых 6 гибридов. И сегодня мы расскажем про три из этих новинок. Это гибрида Evora, Cienermax и Ciminerva. Ну, потому что они наиболее подходящие для южных территорий. Ну, а прежде чем мы поговорим про результаты испытаний, вот так выглядела сеть испытаний в этом году. В целом вы видите, что это огромное количество демо-испытаний и различных производственных площадок. А по России их было более 420. Ну, а если подойти к рекордам сезона 2022 года, то мы видим вот такую картину. Здесь гибриды расположены в порядке убывания FAO, что, собственно, логично для южного региона. И в этом году нашим рекордсменом был гибрид Cicarioco, что, собственно, и ожидалось от него, с урожайностью 153,7 центнера за гектара. И это уже в пересчете на стандартную влажность. Мне кажется, это потрясающий результат. К нему почти вплотную приблизился наш новинка гибрид Ciminerva с урожайностью 144 центнера. Ну и дальше я, конечно же, не буду озвучивать все эти результаты. Вы их видите на экране. И сейчас я передаю слово Роману, нашему техническому эксперту, который осветит как раз конкретно каждый гибрид, про который мы сегодня хотим рассказать. Роман, тебе слово. Да, спасибо, Павел. Добрый день, коллеги. И дальше остановимся мы на гибридах поподробнее. Первый наш гибрид C-феномен. Всем известный, я думаю, наш бренд гибрид Artesian V220. Отличительная особенность этого гибрида – это очень быстрая влагоотдача в предуборочный период. Так, далее перейдем мы к результатам. Здесь, на этом слайде мы видим, что гибрид C-феномен отлично зарекомендовал себя в жестких условиях, а в благоприятных условиях урожайность показывают на уровне среднего по опыту. Так, коллеги, забыла остановиться чуть-чуть, как мы читаем график. Так же, как аналогично подсолнечку, напомню, зеленый столбик – это урожайность гибрида C-феномен. Темный столбик, темно-коричневый – это среднее по опыту. Здесь у нас добавляется два ромбика. Зеленый ромбик – это влажность гибрида C-феномен уборочная. И оранжевый ромбик – это влажность среднего по опыту. Ну и, так как мы уже сказали, если заключительное слово по феномену сказать, это гибрид широкой географической адаптации для хозяйства с целевой урожайностью до 120 центнеров с гектара. Хотя максимальная урожайность на этом гибриде мы получили 135 центнеров. Следующий гибрид у нас C-фортага. C-фортага – также гибрид бренда Artegen V250. Отличительная особенность этого гибрида – это выполненность початка даже в условиях сильного стресса. Перейдя к результатам, мы здесь видим, что этот гибрид показывает стабильные результаты везде выше среднего по опыту, можно сказать, как в жестких, так и в благоприятных условиях. И независимо, да, здесь Краснодарский край у нас, мы показываем Ростовскую область или Ставропольский край. Перейдем дальше. Эвора – это наша новиночка. Новый гибрид также бренд Artegen. Отличительная особенность Эворы – это стабильная и максимальная урожайность в своей группе спелости в любых условиях выращивания. Если посмотрим на результаты, их было не так много в этом году, но даже по этим результатам мы видим отличные показатели. Так как это бренд Artegen, гибрид Эвора показывает себя выше среднего в жестких условиях, будь то Краснодарский край или Ростовская область. И в более благоприятных условиях этот гибрид показывает результаты на уровне средних показателей. Этот гибрид отлично подойдет как для стресса, так и для умеренных условий выращивания. Следующий наш гибрид – C-Charintos. C-Charintos также входит в бренд Artegen. V-290. Отличительная особенность этого гибрида – это высокая толерантность к большинству патогенов, листьев и стебля. Здесь, может быть, даже могут взять себе на заметку силосники. То есть у этого гибрида очень высокоразвит Stey Green. Ну и переходим к результату Чаринтоса. Мы видим, что Чаринтос, у него отличные показатели на орошении. То есть в стрессовых условиях он на уровне, получается, среднего по опыту. Но в благоприятных условиях показывают очень неплохие урожаи. Особенно здесь вот эта капелька выделена. Это демо-опыты, которые попадали у нас под полив. То есть это орошение. Здесь можно отметить тот факт, что Чаринтос очень хорошо отзывается на полив. Следующий наш гибрид C-OZON. Отличительная особенность OZON – это высокая адаптивность к любым почвенно-климатическим условиям и технологиям возделывания. Результаты демо-опытов OZON. Здесь мы видим, что в жестких условиях этот гибрид показывает результаты на уровне среднего по опыту. Но в благоприятных условиях этот гибрид вырывается вперед. И особенно отличные показатели у него также на орошении. И независимо, что это Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. Так, следующий наш гибрид C-Scorpius. Отличительная особенность этого гибрида – это интенсивный гибрид с высокой адаптивностью к различным агротехнологиям. Можно сказать, что C-Scorpius и C-OZON немножко похожи, но C-Scorpius – гибрид чуть более интенсивного типа. Вот мы видим результаты урожайности этого гибрида. Здесь также он показывает в жестких условиях этот гибрид на уровне среднего. Но только если условия у нас переходят в благоприятные, этот гибрид вырывается вперед. И также на орошении у него отличные показатели. Следующая наша новинка – C-Enermax. Также гибрид бренд Artesian входит в FAO 340. Отличительная особенность этого гибрида – это высокая жаростойкость во время цветения и налива зерна. И также этот гибрид отмечается очень быстрой влагоотдачей. Вот мы видим результаты опытов этого гибрида. Так как он входит у нас в бренд Artesian, он, естественно, показывает у нас высокие результаты на жестких условиях, ну и на более благоприятных условиях. У него уровень урожайности где-то среднего по опыту. Хотя на поливе тоже у него в Ставропольском крае, Тарновский район, были отличные показатели – 108 центнеров. Следующий наш гибрид всем известный – C-Premio. Также входит в бренд Artesian, но здесь уже у нас FAO 380. Отличается максимальным урожаем зерна в своей группе с пелостью. Думаю, тот, кто сталкивался и высевал этот гибрид, должны были заметить это. Что доказывает наша табличка результатов урожайности? Здесь мы видим, что все опыты во всех зонах, независимо, это Краснодарский край, Республики, Ростовская область и Ставропольский край, данные урожайности этого гибрида были выше среднего. Также и на поливе этот гибрид очень хорошо себя показывал. Следующая наша новиночка – это семи нерва. FAO 410. Отличительная особенность этого гибрида – это адаптивность его к различным погодным условиям выращивания. Также выдерживает небольшой стресс. Вот наши небольшие результаты семи нервы. Но здесь видно, что во всех опытах, будь то на Багаре, два опыта, два опыта у нас были на поливе, этот гибрид показал выше среднего. То есть можно сказать, что этот гибрид у нас адаптивен к различным погодным условиям выращивания. Так, ну и следующий наш заключительный гибрид – Сика-Риока. Самым большим FAO в нашей линейке – это FAO 430. Отличается высокой интенсивностью гибрида для достижения максимальной урожайности на орошении и в благоприятных условиях. То есть мы рекомендуем больше этот гибрид направлять в благоприятные условия. Также еще есть отличительная особенность этого гибрида. Он очень хорошо выдерживает холода в начальный период роста своего. Вот данные Сика-Риоки. Естественно, так как FAO 430, половина опытов была на орошении, куда мы его и рекомендуем в большей степени. Ну и по данным не только орошаемых участков, но и багарных с благоприятными условиями, уровень урожайности Кариоки был выше среднего везде. Потенциал гибрида до 200 центнеров. Спасибо за внимание, коллеги. На этом моя презентация закончилась. Вопросы, пожалуйста, в чат. Дальше свое слово я передаю Кириллу Архипову. Подключиться. Так, меня слышно? Коллеги, пока Кирилл подключится, хочу вам выразить благодарность за то, что подключились к нашему вебинару. Вы посмотрели результаты сезона, результаты урожайности по кукурузе, по подсолнечнику, прослушали наши сервисы. Вся эта презентация, которая здесь была, будет выслана вам на ваши электронные адреса, которые вы указали в своей регистрации. Вот. И для завершающего слова, Кирилл, пожалуйста. Да, ребят, техническая какая-то заминка, я не смог подключиться с первого раза. Смотрите, что бы я хотел сказать, наверное, это важно услышать. Даже не сначала, а в конце презентации первое. То, что компания Сингента работает, продолжает работать на рынке российском. И мы только увеличиваем свои планы по производству внутреннему и поставке из других стран семян для российского рынка. Однозначно сейчас все наши усилия направлены на логистическую составляющую, да, и на удовлетворение спроса на земле. Поэтому сейчас, я думаю, что многие присутствующие на вебинаре уже общались с нашими представителями, менеджерами на земле по поводу оформления сертификатов, бронирования семян, выяснения покупки, через какого дистрибьютора. Мы эту работу продолжаем и будем ее делать. И именно поэтому сегодняшний семинар, спасибо ребятам, что рассказали о результатах такого сложного года, особенно по климатическим условиям, да, именно сельхозгода. Вот, и по сервисам, которые мы продолжаем поставлять на рынок и будем их только развивать. Еще раз поблагодарю, как сказал Сергей Миков, да, мы еще подведем итог самых активных пользователей и в ближайшее время с вами свяжемся, чтобы передать от нас сувениры. Еще раз спасибо всем большое и до скорых встреч в полях. Всем спасибо. До встречи, спасибо. Спасибо, пока.